Посчитать точное количество собак и кошек в Оренбургской области, живущих на улице, другими словами, бродячих, сложно. Деятельность частных приютов, которые могли бы вести подобные отсчеты, не регламентирована законом. А значит, сложно проконтролировать и сам процесс отлова для последующей стерилизации. Этим, к слову, должны заниматься специальные организации, которые будут возвращать уже стерилизованных собак и кошек в естественную среду обитания. Получилась такая ситуация, что год давался на исполнение положения закона, чтобы привести в соответствие инфраструктуру, но этого сделано в большинстве субъектов федерации не было. И в Оренбургской области тоже этого не было сделано. Как это будет сейчас происходить, с какой скоростью, совершенно непонятно. Собственно, никаких сроков закон не устанавливает, кроме того, что с 1 января это должно заработать. По словам Артема Шамардина, беспризорных собак и кошек меньше не станет. По крайней мере, пока сами жители области не начнут следить за появлением потомства у животных. Речь идет о тех четвероногих, у кого есть хозяева, ведь часто нежелательное потомство домашних любимцев остается на улице. Кто-то бродячих животных опасается, кто-то им сочувствует и подкармливает. Сходятся оренбургцы в одном мнении – дворняков в городе много. Вот я, например, ребенка в школу вожу, и за собак не могу я ее в школу одну отправлять. Ребенка тут раз на площадке напугала, маленькая собачка бегала, ничейная. Он испугался, домой забежал. Ну, соплять жалко. В приемнике, может. Я сейчас штук восемь пробежал. Истреблять. Приют, наверное, какие-нибудь организовывать. Мы не в цеполитет, не думаем. Скорее всего, финансирования на это нету у людей, которые могут это сделать. Я думаю, надо было организовать отлов, ну и куда-то их убрать. Наряду с обязательностью реализации вакцинации животных, у которых нет хозяев, положение закона также прописывают запрет контактных зоопарков. Мы решили проверить, остались ли такие в Оренбурге. В торговых центрах действительно подобные организации существовать перестают. А некоторые просто больше не называются контактами. Для начала действия закона зоопарк, работающий в новом мире, позволял посетителям контактировать с животными. Сейчас, как утверждает администратор, они изменили свою направленность. Как бы нет никакого контакта. Контакт в каком случае есть у нас? Если вот так мы подходим, вольеры открываем, животное может подойти. Вот если вы заметили, вот у нас еноты сидят. Если они захотели, подошли к вам. Если нет, они себе к конуру заходят. То есть у нас как бы контактный зоопарк, мы слово контакт набираем, оставляем в зоопарк, и все, все остается так же. Если будет лицензировано, возможно, правительство там пропишет более жесткие условия, которые они вынуждены будут соблюдать. Если не смогут, лицензии лишаемые. На данный момент нет ни лицензирования деятельности таких зоопарков, ни, по сути, определенной административной ответственности за продолжение их работы. Ничто не мешает им действовать на деле, как контактный зоопарк. Статья 15 закона гласит, что физический контакт посетителя с животными осуществляется при условии наличия зоны укрытия, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. Что это за укрытие, ни закон не расшифровывает, ни принятые недавно постановления правительства 30 декабря 2019 года. Не очень понятно. Это может быть клетка. Ну, хорошо, в клетку посадили на период проверки, и там оно сидит. А проверка ушла, мы достаем и обратно в руки нашим посетителям. Каким образом будут выполняться новые положения закона, пока неизвестно. Редакция ждет ответа правительства области. Другие нововведения законодательства предполагают, что теперь все жители области, у которых в числе домашних любимцев есть собаки опасных пород, должны выгуливать животных исключительно на поводках и с намордниками. Также владельцам собак придется запастись пакетиками, чтобы самостоятельно убирать за своим питомцем во время прогулок. Екатерина Тонкопей, Федор Бородацкий, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ.